Привет, ребята! У нас сегодня очередной день на нашем проекте. Итак, рассказываю, мы готовимся к выставке, которая будет в Латвии в Риге на Кипселе. И готовим. Значит, в голову нам пришла такая идея. Мы взяли брусочек 150 на 50. Сделали такие спарки. Фишка в том, что потом они должны собраться, пронумеровать это, потом разобрать в Буз и, может быть, в Бельгию, может быть, в Германию. То есть они будут такие кочующие. Вот этот стенд, да, он будет кататься. И идейка у нас будет такая, смотри, это первый ярус. Мы делаем сейчас террасную доску, а на него закидываем потом вот этот основной стенд. И здесь будут представлены все варианты того, что можно сделать у нас из террасной доски. То есть вот такая жесткая композиция. Давай, может быть, кто-нибудь первый раз подключился. Значит, фишка с того, что технологи придумали вот эту рецептуру. Блядь, да, выглядит несерьезно. Ну, на фоне банки, смотри. Как-то так. Хотя, по сути дела, это как будто бы простая доска. Я помнишь, я сказал, как это работает? Так нюхаешь. Если запах березы, значит, все в порядке. Если запах полимера, то это дешевое китайское говно, сделанное из пластиковых бутылок, отходов и всякой херни. На что это влияет? Ты когда лежишь на террасе, солнышко, кайфуешь. Вот эту вот доску нагревает солнечный луч, черный, да, тона, до 60 градусов, если ты не в курсе. И выделяются полимеры, и вот этим говном ты дышишь. Это терраса, это кайф. А вот это, это береза. Это не пластик, чтобы вы понимали. Это 80% чистой березовой муки. Говорил же я уже, да? Или мало ли, кто-то первый раз смотрит. Давай я покажу. Сейчас лениво, не буду повторяться, как работает конвейер этот. Оборудование почему стоит? Потому что система охлаждения, газ, электричество, дорогое удовольствие в Европе. Поэтому она работает только в летний период. И делаем преимущество количества доски, чтобы зимой все это торговалось. А вот где-то плюс 10 на улице, и тогда начинается работать по-полному. Сейчас я просто покажу. Вот, смотри. Для замешки. И вот, обрати внимание, это просто чистейшая березовая мука. Вот она, чистая березовая мука. Да? Вот этот ингредиент, связующая длину. Ну и фактически вот они, краски. Вот краска. И сколько будет этих роликов, я столько буду повторять. Чем отличается идеальная террасная доска, которая переживет тебя, от вот этого дешевого говна, который, не дай бог, ты купишь в магазине. Вот я тебе как тот, который этим уже не первый год занимается, тебе говорю. Лучше накопи, если для тебя это пиздец как дорого, и чуть позже купишь нормальную вещь. Она отличается только рецептурой. То есть, вот этот вот аппарат, это, грубо говоря, пекарня, которая испекет тебе любую булочку, чтобы ты понимал. Важно тесто, которое оно замешано. Если тебе туда говна намешают, и ты должен контролировать этот процесс. Если ты знаешь, что тебе туда замешали, спи спокойно. У нас есть такая фишка. Если ты хотя бы 40 квадратов террасы делаешь у нас, прямо сюда приезжай. Прямо под тебя все на твоих глазах сделают. И ты эту доску прямо получишь. Более того, наша фишка в том, что мы тебе сделаем цвет. Хочешь, он у тебя будет по твой фасад цвет. Но квадратура, не 10 квадратных метров это должно быть. Тоже должен понимать, да? Под твой фасад цвета, и под тебя же подберем садовую мебель. Самую лучшую. Все это производство Латвии. И все это, я тебе уверяю, это лучшее, что есть в Европе. Вот лучшее. Я могу с тобой просто поспорить. Аналоги есть в Китае. Украинцы сейчас, типа, перебрались в Европу, какую-то хренотень делают. Типа плюс-минус похожую. На это надо десятилетия опыта потратить, прежде чем выйти на какой-то уровень. Вот, и сейчас мы пытаемся продумать, потому что ты, когда будешь на выставке, ты будешь до мелочей, до деталей. Самое страшное, самое страшное, что такое выставка? Это выставка достижений. И там будут все твои конкуренты. И когда вот здесь ты умничаешь в утюг, это одно. А когда с тобой в ряд еще шесть стоят, и клиент приходит, а его задача не, ой, какая у тебя хорошая террасная доска. А его задача, это говно. Но я не верю. И вот поэтому все эти детали, все эти мелочи, которые мы делаем, они просто пипец как важны. И каждый год ты выпускаешь новый продукт какой-то, вот что-то новенькое. Да? И мы придумали вот такую композицию. То есть сбоку мы поставим две клумбы. Я покажу сейчас. То есть вот это будущая база. Вот тут мы такую замороченную штеллу сделаем. Вот такую вот штуку. Вот из этой доски. Из этой, из этой. Сейчас мы будем в процессе набирать. Сбоку видишь вот эта клумба. Вот она стоит. Здесь видишь вот эта вторая клумба стоит. И мы хотим завернуть так, чтобы нас встречала клумба. Клумба, подсветка ступеней. Дизайнерская доска здесь с подсветкой. И вот здесь такая хрень, чтобы ты пришел и сказал, господи, что это, как вы это сделали? А главное, откуда мы это взяли? Это лучшие террасы мира. Есть каталог лучшие террасы мира. И это самая трендовая история. Вот мы оттуда берем лучшие террасы мира. И, конечно же, что-то добавляем в свои нотки. И своим клиентам предлагаем лучшую историю. Сейчас снимал видео, выскочил. Смотри, какой кайф. Снег пошел. Зима. Крестьянин торжествует. Ребят, чуть-чуть. И в следующем ролике уже будем показывать детали, механики, нюансики. Чем она интересна тем, кто профессиональный строитель, он увидит нашу фишку этого года. Вот нет ни у кого такой, будет только у нас. А если ты хочешь самую крутую террасу, ну, посмотришь, зайдет тебе эта фигня или не зайдет. Мы когда сделаем, сейчас через какое-то время в ролике, заценишь. Вот на сегодня все. Пока все в процессе. Комментарии пишите. По всему миру работаем. То есть мы нарезаем либо по твою террасу все идеально, и тебе можем продать пакетом. Либо прямо приедем и сами на твоих глазах соберем. Финляндия, Португалия, Мадагаскар, Танерифы. Везде работаем, никаких проблем нет. Там где-то живут, там по ссылочке номер телефона, и можешь перепрыгнуть на наш YouTube-канальчик. Все просмотреть, все в открытом доступе. Погода кайфовая. В цеху холоднее, чем на улице сейчас. Ладно, все, на сегодня все, пока.